Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новость «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Посмотрите, что качество было хорошее. Дорожный вопрос. В Анапе отремонтируют 16 километров городских и сельских улиц, а на одной из центральных добавят полосы движения. Зеленая зона должна быть под цветочки, под благоустройство. Никаких там конструкций быть не должно. На правах антирекламы еще три незаконные рекламные конструкции пошли под снос в центре курорта. Анапским детям очень повезло, потому что они живут в уникальном уголке юга Черноморского побережья. Кто обитает на дне Черного моря и что скрывается в капле воды? Практический урок по биологии и природоведению на Большом Утрыше провели для сельских комиков. Первый и самый ответственный этап работ в здании будущего военкомата необходимо завершить до конца августа. Этот объект крайне необходим жителям муниципалитета. Капитальный ремонт на контроле у главы города-курорта Юрия Полякова. Сегодня он вновь побывал на объекте. Рабочие монтируют опорную конструкцию. Работы ведутся по специально разработанному проекту. После того, как укрепляющий каркас будет собран, три отдельных части здания скрепят примерно так же, как шкафы в кухонном гарнитуре, чтобы они не смещались относительно друг друга. Естественно, с поправкой на масштабы и просчитанные нагрузки. Вот ту конструкторскую часть, которую нам дали, по технологии все делается. То есть идет усиление, перекрытие второго этажа. Я думаю, это правильное решение. Хорошее, надежное крепление. Я думаю, что все будет хорошо. Нам много лет хватит. Уже сейчас можно без опаски подниматься на второй этаж. Здесь предстоит снести старые межкомнатные перегородки и построить новые. Зданию два десятка лет. Но строители заверяют, после капитального ремонта прослужит еще столько же. Благодаря укреплению каркаса уже прекратилась деформация конструкции. Вот пошла трещина, которую мы делали. Она сразу, помните, когда еще была влажность высокая? Когда сделали все, трещину остановилась. Больше они не увеличиваются. Юрий Поляков поставил задачу перед строителями провести все кровельные работы до конца августа, периода, когда в Анапе начинаются дожди. В городе-курорте отремонтируют 16 километров городских и сельских дорог. В приоритете наиболее проблемные участки, которые требуют безотлагательного ремонта. Глава Анапа побывал на улице Рождественская, куда вчера зашла большая техника, и поручил тщательно контролировать качество работ. На участке улицы Рождественской длиной около 600 метров вложили подушку и щебня. Вот-вот должны подвести асфальт. Посмотрите, чтобы качество было хорошее. Мы в свое время столько жалоб получили с этого переулка, что разбитая дорога, вот эта справка, в Дельсинске там, очень много. Поэтому заложили программу в свое время эти улицы сделать, и управление ЖКХ все сделало для того, чтобы у них была нормальная, хорошая улица. Идет укладка первого слоя. Он должен быть не менее 4 сантиметров после того, как по нему проедет каток. Поэтому берут с запасом. Судя по замерам, получается в районе 5,5 сантиметров. В этом году работы выполняет компания из Прикамья. На торгах она предложила самые выгодные условия. Асфальт приходится возить из-под Краснодара. На трассе пробки добирались дольше, чем планировали. Однако вода на поверхности активно кипит. Это признак того, что необходимая температура выдержана. Поясняет специалист муниципального управления ЖКХ. В первый взгляд, хорошо. Будем смотреть дальше. Так вот, все надеются, чтобы дальше работали. После окончания работ будут взяты образцы. Их изучат специалисты в Анапе и Краснодаре. Эта же компания уже завершила ямочный ремонт на общей площади порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Экспертиза показала, что работы выполнены качественно. Глубину, на качество асфальта, на прямолинейность старались и на проливку. Естественно, потому что одна из, будем говорить, составляющих качества – это проливка, особенно как края. Края, как правило, не проливаются, тогда туда попадает вода, которая способствует разрушению. Особенно ямочный ремонт этим страдает. Этот участок первый в новом списке. Всего предстоит уложить 4 километра асфальта. В том числе, порядка 1 километра в станице Гастагаевской. В Щебне выполнят около 12 километров улиц. Треть из них приходится на станицу Анапскую. Александр Ребека, Михаил Попов. Анапа. Регион. Серьезная работа планируется и на одной из главных дорожных артерий курорта на улице Ленина. Там значительно расширят проезжую часть, добавив дополнительные полосы для движения транспорта. Реконструкция пройдет на участке от улицы Промышленная до АЗС Лукойл. Здесь будет организовано четырехполосное движение. Сейчас полосы всего две. Их уже не хватает, так как спальный район активно развивается. В часы пик здесь образуются длинные пробки. После ремонта ширина проезжей части будет увеличена до 15 метров. С понедельника уже подрядная организация приступает к работам по разбивке трассы, участка и демонтажу бордюрного камня. На первом этапе работы будут вестись на участке от АЗС Лукойл до улицы Аминькова. Позволит увеличить пропускную способность данной улицы, то есть уйти от заторовых ситуаций. Это один из первых этапов развития уличной дорожной сети города. На время работы автомобильное движение по улице закрывать не будут. Однако при планировании поездок по данному участку учитывайте ремонтные работы и будьте осторожны. Юрий Поляков навестил ветерана войны Николая Бомко и проверил, как выполнено его поручение об установке навеса во дворе. С этой просьбой герой войны лично обратился к мэру. Задача выполнена, ветеран доволен. Глава города пожелал ему здоровья и не стесняться обращаться за помощью. Большое спасибо. Пожелание твое выполнили. Машину можешь ставить, дождь ее мочить не будет. Нормальный навес, думаю, тебе все нравится. Отличный? Отличный. Я хочу пожелать вам, во-первых, здоровья крепкого. Спасибо. И вам тоже, Корнеевич. Во-вторых, мужество, стойкости и упорство в достижении поставленных целей. И помнить золотое правило руководителя. Собака лает, а караван идет. Я понял, Корнеевич. Спасибо. Родной, все нормально? Не то, что нормально, а отлично. Отлично. Ну, мы приехали глянуть. Правильно, молодцы. Услышать твое мнение. Молодец. Тебе удачи, Корнеевич, и здоровья. Мобилизовать ресурсы городских предприятий в случае паводка, а также приобрести собственные мотопомпы. Такие предложения прозвучали на заседании муниципальной комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Главам сельских округов поручено до конца следующей недели оценить пропускную способность русел, ручьев и рек. Уже запланирована расчистка русла реки Анапки в районе Станицы Анапской. В муниципалитете действует программа по содержанию ливневых коллекторов. Помимо этого предлагается составить список всей техники, которые можно использовать для ликвидации последствий подтоплений, создав своеобразные мобилизационные мощности. Действовать предлагается в том числе, опираясь на личные контакты. Специальные мотопомпы, которыми можно откачивать воду из подвалов, есть у водоканала. Помимо этого поступило предложение приобрести собственные. Цена вопроса порядка двух сотен тысяч рублей. Закупить три-четыре-пять мотопомпы для того, чтобы откачивать, и в том числе, потому что в сельских округах основная проблема после этих паузов это подтопление погребов, подтопление подвалов и так далее. Один раз средства затратить, на дежурство их поставить, по примеру коммунальщика, они могут работать. Сегодня еще одну муниципальную территорию освободили от незаконных рекламных конструкций. На участке улицы Крымской между Красноармейской и Краснозеленых демонтировали три самовольно установленных пилона. Эти рекламные конструкции установлены прямо в зеленой зоне без согласования с администрацией и инспекцией по безопасности дорожного движения. Они не только портят облик курорта, но и могут представлять угрозу для пешеходов или машин, так как закреплены не по ГОСТу. Они загромождают территорию, потому как зеленая зона должна быть под цветочки, под благоустройство, никаких там конструкций быть не должно. Тем более, что есть участок, где уже есть рекламные конструкции. Лишнего быть не должно в городе. Должно быть больше воздуха. Рабочие сначала разбирают конструкции. Металлический каркас спиливают болгаркую основание. Позже здесь восстановят газон. Специалисты Центра развития и оказания курортных услуг продолжат мониторить ситуацию. Под снос пойдут все незаконные рекламные конструкции. С начала года в Анапе демонтировано больше десятка таких объектов. В ближайшее время еще 10 рекламных баннеров демонтируют на улицах Ленина, Толстого и Промышленной. Прикоснуться к заповеднику смогли школьники из села Варваровка. Эколога-биологическая станция «Маленький принц» организовала для ребят из летнего лагеря дневного пребывания экспедицию в районе Большого Утреша. Юные биологи прошли тропами можжевеловых лесов и узнали, как на них влияет человек. Также в рамках экспедиции школьники посетили Утрешский аквариум, где увидели самых необычных обитателей Черного моря. Скаты-хвостоколы – одни из красивейших обитателей Черного моря. С виду совершенно безобидны. Однако морские коты, так их называют экологи, умеют за себя постоять. Длинный хвост и ядовитый шип могут стать серьезной угрозой для хищников, а также для человека. Мы рассказываем и детям, и взрослым, что за данными рыбами гоняться и хватать их за хвосты ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что дело может закончиться не очень хорошо. Ядовитая железа может проткнуть конечность либо тело обидчика. Но рыба никогда не подходит к берегу. Она пуглива. А в этом аквариуме живут морские коньки. Как оказалось, не только лебеди являются символом любви и верности. Эти грациозные морские обитатели создают семью лишь раз в жизни и даже умеют подстраивать друг под друга окрас. У рыб есть привязанность. Как некоторые люди думают, что память как у рыбки, память как камушек ракушка, это на самом деле не так. Наблюдая за животным миром, мы все это можем наблюдать и эти знания передаем нашим посетителям. Мне запомнят больше морские коньки. Они такие миленькие, маленькие, красивенькие. Целый мир скрывается даже в капле морской воды. Планктон, круглые черви и морские членистоногие. Все это ребята смогли разглядеть в лаборатории под микроскопом. Мне больше всего понравились исследования под микроскопом. И еще мне понравились больше всего рыбы паку, потому что я про них видел программу. Рыбы-хищники. Не менее интересной частью экспедиции стала разведка в районе знаменитых Утрижских лесов. На маршруте протяженностью 2 километра ребят познакомили с флорой и фауной заповедника. И наглядно показали, как антропогенный фактор может влиять на природу. Анапским детям очень повезло, потому что они живут в уникальном уголке юга Черноморского побережья. Анапский район. Здесь сосредоточено такое разнообразие природных факторов. И побережье моря, и песчаные калечные пляжи, теплое море, лес и горы, равнины и степи. По словам организаторов, их главная цель – привить детям любовь к живой природе и научиться бережно относиться к ней. Всего в экспедиции приняли участие около 20 школьников в Варваровке. В этом сезоне это последний поход. Однако в следующем году ребята снова смогут прикоснуться к Утрижскому заповеднику. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Анапская женская команда по волейболу сыграла свой первый сет со спортсменками из Челябинска. Чемпионат профсоюзов среди женских команд собрал в городе-курорте спортсменок из Саратова, Ростова, Челябинска и Альметьевска. В течение пяти дней волейболистки будут бороться за золотые медали и кубки. Первыми на поле вышли команды из Анапы и Челябинска. По результатам трех партий хозяева площадки уступили гостям. Но поражение нисколько не сломило дух нашей сборной. Игра помогла выявить слабые места и раскрыть сильные стороны. Она повсегда отличалась очень хорошей защитой и выносливостью. Потому что условия позволяют. Тренироваться в этих условиях очень сложно. Поэтому все всегда отличают нашу команду тем, что мы хорошо играем в защите. При невысоких достаточно ростовых данных. Защитные действия – это наша сильная сторона. Ну и естественно выносливость. В Анапской сборной как молодые спортсменки, так и уже опытные волейболистки. Тренировки проходят на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Площадку высоко оценили гости, отметив и уровень подготовки анапских спортсменов. Это очень у нас популярные соревнования. Мы их очень любим. И всегда есть летом где посоревноваться. Потому что в других местах соревнований летом практически нет. Через год бывает спартакиада. А эти соревнования у нас ежегодные. И мы всегда к ним готовимся. И все время к ним стремимся попасть сюда. Чемпионат профсоюзов среди женских команд продлится 5 дней. Соревнования традиционные. С каждым годом в них принимают участие все больше спортсменов. Отбор победителей проходит по круговой олимпийской системе. А имена медалистов станут известны уже во вторник. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регина. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин